Каверные вопросы приготовили, да? То же самое, схема та же самая, только то называется потребительский кредит, а это называется ипотека, да? Значит, в первую очередь обозначим, что ипотека это коммерческое кредитование, хорошо? В классической схеме ипотеки участвуют три стороны. Это кто? Это банк, кредитующий, выдающий деньги клиенту, желающий купить квартиру, не имеющий средств, да? На энную сумму, ну, предположим, однокомнатная квартира 2 миллиона рублей, да? Или 3 миллиона рублей. И непосредственно хозяин квартиры или застройщик, да? То есть, ну, хозяин квартиры. Вот три лица. Хозяин квартиры, ему абсолютно все равно, кто, как, какими деньгами приобретет у него квартиру, главное лишь, чтобы с его стороны это было законно. Вот в этом случае шариатское правило, оно четко отражает еще одну пословицу, я что-то сегодня с пословницами говорю. Деньги не пахнут. В действительности в исламе есть такое правило. Тагайруль мильк ючбу тагайруль айм. Изменение правообладания собственности изменяет сущность собственности. То есть, в данном случае, для продавца квартиры, если ему приносят и оплачивают стоимость квартиры, без разницы, продали ему за ипотечные деньги или за наличные деньги. Понятно, да? Значит, проблема получается между двух лиц. Это кто? Клиент, то есть желающий купить квартиру, не имеющий деньги, и банк. Естественно, он получает энную сумму, например, 2 миллиона рублей, с рассрочкой на 10-20 лет, в итоге выдает, он банку возвращает гораздо больше денег, да? То есть, ну, те люди, которые 20 лет назад брали ипотеку, сегодня говорят, мы 7 или 8 квартир могли купить, с учетом инфляции и процентов. Мы с ними поговорим. С счастливыми обладателями, закрывшими коммерческую ипотеку. 7-8 в среднем квартире. Не говоря уже о том, что подобная сделка однозначно харам. Нельзя давать под проценты, раз. Нельзя брать под проценты, два. Нельзя соучастником быть в данной сделке. Естественно, нельзя быть неким, как его называют, который бросит? Это ебот. Нет, заступается он. Поручителем тоже нельзя быть, понимаете? Если бы это был маленький грех, средний грех, то пророк Мухаммад бы ограничился упоминанием в хадисах. Тогда Всевышний бы ограничился упоминанием через пророка Мухаммада, алейсалям. Но этот грех четко прописан в аятах, в Куране, не в одном, а в нескольких. То, что этот грех очень сильно похож на простую сделку. Вот действительно же, когда мы даже, я вот очень часто замечаю, мне неприятно и стыдно забрать вот мусульман, то когда они, грубо говоря, ну какой еще грех, я не знаю, ну водку пить грех, грех. То есть никто никогда в обществе не скажет, слушай, это я вот вчера водку пил, но сегодня я молюсь. Даже если он водку пил, он постесняется об этом сказать, правильно? Почему? Потому что он чувствует мерзость, пакостность и греховность данного поступка, понимаете? Что же касается ипотеки, то в нашем сознании оно не кажется мерзким, оно не кажется пакостным. И он говорит, вот ипотеку, аль-хамду лилля, взял. Он говорит, маша Аллах, поздравляю, я тоже, инша Аллах, возьму. Ты хотя бы сделай гримасу недовольного человека, если собираешься сам ипотеку брать. Хотя бы притворись, что это мерзость. Если даже она сильно похожа на простую торговую сделку. А для тех, как она сильно похожа на простую торговую сделку, Всевышний в Куране сказал, «Ва ахалля Аллаху лбай'а, ва харрама рибаа». Аллах, это в ответ тем, которые сказали, что торговля, это и есть кредит. То есть кредит, как торговля, это простая торговая операция. Аллах говорит, нет, это не простая торговая операция. Ведь торговую операцию Всевышний разрешает торговлю, а риба запрещает. Большая разница. Понятно, да? У меня один приятель был, очень, ну, в общем, и есть сейчас, он экономист, очень хороший, весомый специалист исламской экономики. Мне очень понравилось, как он привел пример ипотеки, и пример не ипотеки, а кредита. И приведу вот его, скажем так, такой вот проповедческий инструмент. Он говорит, что такое оформить кредит, оформить ипотеку. Внешне выглядит все нормально. Человек зашел в банк, если ты третье лицо, наблюдаешь за ним, да? Что-то там сделал, мы не знаем, что. Потом пошел в квартиру, ему дали ключи, радуется, семью туда заселил. Он говорит, это то же самое, как, например, человек пошел на улицу, встретил женщину, поздоровался с ней, зашел в ближайшую гостиницу, выслушал оттуда, довольный, радостный, пока-пока, сказал женщине и ушел. Внешне ничего такого не произошло. Только разница в том, что есть вариант, что договор между ними и халяльный, а не муж и жена, и приехали на сессию, да? Зимнюю, заочники. Да? Ну а что, муж и жена соскучились друг по другу. Живут один в женском, другой в мужском общежитии, и в центре города встречаются. О, здрасте, пойдем в гостиницу. А может быть, абсолютно наоборот. Может быть, совсем другой договор у них там. Да? Внешне ничем не отличается. Не надо обращать внимание, не надо обманывать себя и обманывать уму, если даже внешне это ничем не отличается. Ипотека — это кредитование, выдача денег под проценты. Это харам, грех. Тот, кто говорит, ну мне же жить же надо где-то, Субханаллах. Кто тебе мешает жить? Жить, живи на здоровье. А где я буду жить? Он спрашивает, да? Да? Рынок арендного жилья настолько богат, настолько широк, и по ценам, если я не ошибаюсь, он раза в два, в три порой дешевле, чем ежемесячная плата за ипотеку. Вы возьмете кредит себе на ипотеку однокомнатной квартиры, сколько вы месяц будете платить? 25-30 тысяч рублей. Если вы возьмете здесь, рядом с университетом, сколько вы можете найти? За 10 тысяч можно найти квартиру. За 12 тысяч можно найти квартиру. Понимаете? Разница есть? Огромная разница есть. Разница человека, который снимает квартиру и просыпается утром, он говорит, я свободен. Не понравится, плюну, возьму в другом районе. Понимаете? Приходит на работу и работает искренне. Передначальством искренне, честное. Почему? Потому что он свободен. А теперь представьте того человека, который просыпается в кредитной квартире, который должен выплатить к концу месяца энную сумму, или пойдут санкции, у него отберут все, будут проблемы, ай-яй-яй. Останется без работы 20 лет. Конечно, останется без работы еще 20 лет. Он раб. Понимаете? Он просыпается, в смысле знаете о ком? Он знает имя банка. Ему прям снится эмблема того банка, где он взял кредит. Он смотрит на начальника, а видит эмблему этого банка и сумму кредита, выплаченному, которую необходимо сделать к концу месяца. Он работает даже несовершенно искренне. Он готов сделать все, что угодно, даже идти на подлость, лишь бы остаться на работе. Правильно? Он говорит, я не могу иначе говорить. Тогда квартиру отберут, семья куда пойдет. Зачем ты себя тогда добровольно в рабство сдал? Это же рабство. Не говоря уже о простой математике, которую я много раз проделывал и показывал. Элементарно взять, вычислить количество, сумму, стоимость однокомнатной квартиры, ну, предположим, 3 миллиона, да? Разделить на количество, ну, ну-ка, кто хорошо умножает? Скажите, 15 тысяч рублей, на сколько, то есть разделите 3 миллиона на 15 тысяч рублей. Есть калькулятор? Я считал переплату на 30 лет, себе в 3 раза переплаты. То есть квартиры в 3 раза в процент переплачиваются. То есть, ну, возьмите в калькулятор, посчитайте. 200, да? 200, да. 200 что? То есть, 200, хорошо, делите на 12. Вот это мы посчитали, что за 16 лет, за 16 лет платят 30 тысяч в месяц, 15 за аренду, 15 откладывая под подушку, через 15 лет можно в эту под подушку заглянуть, и там будет стоимость целой квартиры. Понимаете? Это простая математика. Хорошо. Но есть у нас и другой вариант. Он очень сомнительный, очень неконкретный, но, по крайней мере, он на шагов 15-20 ближе к дозволенности называется социальная ипотека. Мы не имеем права закончить разговор, не проговорить про нее. Почему? Потому что в данном случае застройщик и кредитор одно и то же лицо. То есть, жилищный фонд, да, по-моему, называется? При президенте. Он является застройщиком квартир и его продавцом. То есть, он застроил квартиры, построил квартиры, а потом сам же их продает. Причем он продает их как? Если ты хочешь купить мою квартиру в течение 20 лет, сумма будет большая. Это абсолютно другая вещь. Он не дает тебе кредит. Он не дает тебе деньги под проценты. Он говорит, что я тебе продаю квартиру в рассрочку за цену выше рыночной. Понятно, да? Но здесь включается правило свободной торговли. Нравится тебе покупать квартиру, которая стоит 3 миллиона за 12 миллионов? Покупай в рассрочку. Там, конечно, есть условия, которые не соответствуют шариату, как, например, пение за просрочку и так далее. Но они, по крайней мере, не так кардинальны. Среди них есть богословские разногласия о пении за просрочку. И даже некоторые богословы не совсем сильное мнение, но все-таки есть, которые позволяют принуждать людей платить пение за просрочку для их, скажем так, не знаю, этики, воспитания, чтобы они держали пункты договора крепко. Поэтому, если вам посчастливилось стать владельцем социальной ипотеки, ну, это гораздо ближе к халялю, однозначно халялю. Не могу сказать, нужно еще раз изучать эти договора, но это действительно выход очень замечательный. Сейчас вот новое подобие открылось 11%. То есть вот Исламский банк, не Аман, а следующий. То есть вот у Аман переплаты... Центр партнерского банка? Да, да. То есть у них идет процент 11%. То есть получается, если Твербанк брать, то 13% и харам. А Аман где-то 20% выходит. А вот у них, говорят, сейчас вот выход... Ну, все тоже говорят, а, это же там же тоже проценты, говорят, есть. Проценты же харам. Знали, да? Проценты харам. Я говорю, ты тогда зачем джинсы покупаешь с 30-ти процентной скидкой, это же харам. Процент это метод измерения, не более того. И когда они говорят, что у них 11% годовых, но в действительности в договоре это означает, что на начальную сумму квартиры они насчитывают 11% и умножают их на количество лет, и тебе дают в договоре конечную сумму... так, что подойдет.